Всем привет вы смотрите Огненное ТВ. Сегодня мы попробуем покрыть самым настоящим серебром самый обычный пластик. Для начала я решил приготовить состав из самых доступных ингредиентов. Ляписный карандаш, это смесь нитрата серебра с нитратом калия. Оказывается что им можно не только бородавки выводить, а еще и серебро можно из него получить. Трогать его нужно только в перчатках, и в перчатках я пройду практически весь сегодняшний выпуск, так как большинство веществ будут очень едкие. Заливаем карандаши дистиллированной водой, купленной в автомагазине и ждем полного растворения, ну ждать пока футлярчики растворятся мы не будем, на дне остались какие-то нерастворившиеся хлопья, перелью жидкость в другой стакан чтобы работать только с тем что растворилось. А теперь потребуется самое лучшее средство среди бытовой химии, самое лучшее оно только потому что это чистейший гидроксид натрия или проще говоря натриевая щелочь. Насыпаем немного щелочи в раствор и сразу увидим удивительную реакцию, красиво ее назвать сложно из-за возникающих ассоциаций, но выглядит занимательно. Бурая штука это оксид серебра который появляется при реакции нитрата серебра со щелочью, большая часть быстро выпадает в осадок, а мелкую взвесь я попытался отфильтровать и дело это неблагодарное, так как на фильтре получается собрать мизерное количество вещества несоизмеримое с основным объемом. Промываю коричневый осадок еще раз дистиллированной водой, а потом выливаю в него аптечный аммиак. Вообще это нужно делать по каплям, внимательно наблюдая что посадок растворился, но я налил прям от души. Попробую покрыть серебром монету с латунным покрытием. Монета стоит ребром и раствор касается ее не сразу, а поэтапно. Монета моментально покрывается слоем серебра, но на ее поверхности видно что из-за неравномерного контакта с раствором появились полосы от которых уже не получится избавиться. Чтоб такого не происходило серебрить медные и латунные предметы нужно протирая их ватой смоченной в полученном растворе. Сделаем второй раствор, для этого нам потребуются таблетки глюкозы, хорошенько измельчив высыпаем в стакан и растворим в дистиллированной воде. После растворения на поверхности плавает связующее вещество. Чтоб от него избавиться пропускаем через ватный диск. Теперь повторим этот эксперимент с той же монеткой, заливаю ее раствором с соединением серебра и добавляю раствор глюкозы. Спустя небольшое количество времени на стенках стакана появилось зеркальное покрытие. Эта реакция называется серебряное зеркало. Виден отпечаток от монеты, которая лежит на дне. Монета после пребывания в таком растворе стала выглядеть еще хуже. Из этого делаем вывод, что реакцию осаждения серебра можно проводить только с предметами не вступающими в реакцию с раствором. Ляписные карандаши у меня закончились, придется приготовить нитрат меди самостоятельно. Буду растворять кусочки ювелирного серебра, которое я плавил в одном из прошлых выпусков. Растворять буду в азотной кислоте. Достать такую кислоту сложно, а вот сделать ее можно очень даже просто. Я раньше показывал как это делать, но по некоторым соображениям я перенес это видео с этого канала на свой сайт, в описании вы сможете найти на него ссылку если интересно. Кислота имеет концентрацию около 70% и при комнатной температуре серебро растворяется неохотно. А вот если подогреть, то процесс идет гораздо веселее, сначала можно даже увидеть блеск абсолютно чистого серебра, но потом оно скрывается под слоем кристаллов. Кстати, вот такие перчатки при работе с азотной кислотой не стоит использовать, при малейшем контакте они теряют свою прочность, а если случайно хорошенько облить такую перчатку кислотой, то она вообще может загореться. После полного растворения серебра в кислоте при остывании начинают выпадать кристаллы нужного нам вещества. Разбавляем их в воде и снова осаждаем оксид серебра с помощью щелочи, заодно нейтрализуя остатки кислоты. Промываем осадок, добавляем имя, перемешиваем. Глюкозу в этот раз я взял из продуктового магазина, продается она под видом виноградного сахара и состоит на 100% из глюкозы. Все пропорции я брал из книги Милащенко «Гальванические покрытия диэлектриков». Под видео есть ссылка и на эту книгу тоже, так что найдете при желании. В книге были даны рекомендации для улучшения саждения серебра на пластике и стекле. Оказалось, что очень важно перед нанесением обработать поверхность хлорным оловом. Раствор хлорного олова мне тоже пришлось сделать самостоятельно. Меня заинтересовал метод нанесения серебра распылением растворов над деталью. Для этого было приготовлено соответствующее оборудование. Концентрация растворов вот такие. Обрабатывать образцы буду в поддоне из алюминия, но так как алюминий будет реагировать с химикатами, то я застелил его пленкой. Проверю технологию на куски стекла. Сначала смочу его водой, потом обработаю головом, потом снова хорошенько промою водой и только после этого можно обрабатывать раствором серебра и глюкозой. Моментального нанесения не происходит. Вообще как-то ничего не происходит. Попробовал нанести эти растворы на обезжиренную пластмассу. Капли собравшиеся на поверхности смогли нанести серебро на пластик, но серебрение оказалось очень нестойким. Попутно я проверял еще несколько образцов из стекла и на одном из них удалось получить что-то похожее на зеркало. Нанесенное серебро легко удалялось пальцем везде, кроме средней части стекла, на него я предварительно нанес раствор хлорного олова и подождал немножко, чтоб оно хорошо прореагировало с поверхностью. Получается, что очень важно наносить этот раствор правильно, он сильно влияет на прочность серебрения. Новый подопытный – зажигалка. Снова обработка оловом и водой. Кладем на поддон и наносим растворы для серебрения. Серебро начало саждаться прямо на глазах, но снова нет равномерного покрытия, зато на некоторых участках получилось нанести серебро достаточно быстро. Очень интересный эффект, серебро на некоторых местах очень легко снимается, а на других держится прочно. При этом получилось создать настоящее зеркало на поверхности пластика. Ну что ж, давайте попробуем покрыть серебром заднюю крышку смартфона. Идею с нанесением серебра распылением я отбросил и решил сделать ванночку, в которой буду погружать пластиковую крышку. Ванночка сделана из картона, а внутренняя часть будет застелена пленкой. Чтоб удобнее было погружать крышку в раствор, я сделал вот такую конструкцию из провода. После того как я хорошенько помыл поверхность пластика с мылом и щеткой я поместил ее в ванночку и начал обработку раствором олова. После обработки промываю водой, видно как вода приобрела молочный оттенок, это хороший знак. После этого заливаю в ванну растворы для серебрения. Растворы желательно постоянно помешивать, видно как серебро начало осаждаться на пластике, очень неравномерно. Спустя 20 минут деталь стала выглядеть вот так. Качество оставляет желать лучшего, повторное серебрение также не привело к хорошим результатам и у меня закончился раствор серебра. Готовлю новую порцию из другого куска серебра. Далее провожу кучу тестов, получаются и нормальные зеркала и ненормальные, какие-то темнее, какие-то светлее, я экспериментировал с составами и даже кажется нашел ошибку в книге. Автор предлагает нитрат серебра смешивать с аммиаком, а потом со щелочью, потом снова добавлять аммиак. Но это не имеет смысла, так как аммиак и щелочь одинаково реагируют с нитратом серебра. Они осаждают оксид серебра, а вот уже с оксидом серебра должен реагировать аммиак. Посчитав пропорции видно, что аммиака нужно использовать как раз столько, сколько указано в таблице, но только добавлять его нужно после щелочи, а не до нее. Пробую покрыть деталь снова, снова обработка оловом и водой. Я уже успел обрызгать крышку азотной кислотой и в некоторых местах протирал ее щелочью, чтоб убрать следы азотной кислоты. После серебрения металл хорошо лег только на то место, которое я протер ватой смоченной в щелочи. В итоге я снял полностью все покрытие, старое покрытие убиралось легче, а новое пришлось потереть получше. Обработал всю поверхность щелочью и снова повторил процесс серебрения. Сливаем раствор, промываем, то что получилось. Практически на всю поверхность серебро легло идеально. Видимо раствор олова скатывался с краев крышки и не получилось хорошо их обработать. Нужно было полностью погрузить деталь в раствор хлорного олова и тогда бы результат должен был быть идеальным. По сравнению с тем что было, это вообще отличный результат. Я решил повторить серебрение и хорошенько обработал оловом всю деталь. После промывки водой я заметил, что серебро начало коробиться на гладкой части крышки возле отверстий под камеру. Видимо нельзя повторно наносить оловянный раствор. Так и оказалось, после второго серебрения покрытие выглядит просто ужасно. Нужно было просто сполоснуть деталь и залить ее серебрящим раствором и не нужно было никакого олова. Видимо я еще и плохо сполоснул крышку после обработки. Короче это полный провал. Но поразглядывав поверхность, она мне даже чем-то начала нравиться. Эта крышка теперь похожа на какую-то деталь от космического корабля, который прошел сквозь плотные слои атмосферы. Появилось очень много каких-то мелких дефектов, которые придают крышке какой-то особый брутальный шарм. Оказалось, что протиранием ватой можно убрать некоторые дефекты, но это не спасает полностью. Короче раствора на еще одну попытку серебрения у меня не осталось. Давайте представим, что серебро легло на пластик ровно и без значительных дефектов. Как закрепить полученное покрытие, ведь оно будет стираться и окисляться от контакта с кожей. Нужно просто покрыть его прозрачным лаком, тонким слоем в три захода. Теперь надеваем крышку на законное место. Да, смартфон теперь имеет крышку с настоящим серебряным покрытием. Ну и что, что при этом он выглядит как будто пережил пожар или пролетел через плотные слои атмосферы. Главное что эксперимент доказал, что серебрение в принципе возможно. Возможно кто-то заинтересуется данным методом и откроет для себя новое хобби. Процесс увлекательный и непростой, нужно учесть кучу тонкости и чтоб научиться покрывать предметы стойким серебряным покрытием, нужно потренироваться и прокачаться я б даже сказал. На одну попытку покрыть серебром этот телефон у меня уходил примерно 1 грамм серебра. Много это или мало решайте сами, а у меня на этом все, читайте книжки по гальванике, до новых встреч, пока.